Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для клёва». Сегодня у нас необычное видео, в котором я хочу ответить на часто задаваемые вопросы наших подписчиков. В YouTube и в нашем Viber-сообществе «Всё для клёва» Днестр я сделал пост, чтобы вы написали те вопросы, которые вас больше всего интересуют, и сказал, что сегодня я отвечу на эти вопросы. Один из главных вопросов, друзья мои, это о субботнике, который мы планировали на 28 число. Чтобы вы понимали, у нас уже людей, которые бы хотели приехать на субботник, перевалило за 400 человек. Но вот эта ситуация с коронавирусом просто отодвигает эту дату, 28 число, на более позднюю. На какую более позднюю? Мы пока не знаем, как поведет этот коронавирус и как поведут наши власти по отношению к людям и по отношению снятия ограничений, скажем так, вот этого карантина. Как только карантин снимется, мы сразу же, опять же, сделаем обращение к вам. И каждый из вас, кто хочет присутствовать на этом субботнике, обязательно об этом узнает. Но рисковать жизнью и здоровьем людей, которые приедут на этот субботник, мы не можем. Итак, первый вопрос. Будете ли в этом году держать места? В этом году вы откажетесь от записной очереди или нет? Изначально наше веберс-сообщество «Всё для Клёва Днестр» создавалось для того, чтобы очистить берега Днестра от мусора. И создавая, скажем так, такие очереди на какие-то определенные места на берегу Днестра, мы тем самым вывозили мусор, поддерживали эту территорию в порядке. И подчеркиваю, рыбалка на наших местах была бесплатная. Всегда была, есть и будет. Но в этом году мы от такой практики отказываемся. Мы не захватчики Днестра, и этого не позволим делать никому. Поэтому такой очереди не будет. Но при этом мы придумали другой способ, как избавиться от мусора. Об этом, конечно, чуть позже, ближе к началу сезона. Уверен, что это будет просто бомбовый проект, над которым мы работаем. Так, второй вопрос. Хочется узнать по поводу ловли раков. Можно ли их ловить или нельзя? Друзья, если можно, то каким способом ловли, сколько штук на человека, а то вроде действует запрет на них. Друзья, с 15 марта действует запрет на вылов рака. Неважно, в каких количествах, вообще запрещено. Он сейчас весь иск и коренной. Поэтому, если вы видите, что на базаре продают рака, подойди к нему и спросите, есть ли у вас разрешительные документы на их продажу. Потому как в 90% случаев, конечно же, это незаконно пойманный рак и продается незаконно. Хотя, не исключено то, что есть предприятия, даже я знаю, что в Николаевской области есть такие предприятия, которые выращивают рака и продают его официально. Но это больше, скорее всего, наверное, в магазинах. Третий вопрос, очень интересный. Можно ли бить браконьеров? Друзья, ну, если мы с вами строим правовое государство, то выходить за рамки закона не нужно. Поймите правильно, если вы принесете увечья браконьеру, то будете отвечать как за хорошего человека. Оно вам надо? Вот, кстати говоря, есть у нас такое видео, даже два видео. В одном арендаторы бьют рыбаков, думая, что они браконьеры. Понимаете? Есть видео, где я пытаюсь выйти на пирс с браконьером разобраться, но так делать нельзя. Это я вот даже для себя переанализировал ту ситуацию, которая там произошла и считаю, что до такого допускать не нужно. Поэтому считаю, что если происходит такая стычка с браконьером или не с браконьером, неважно, то только для самозащиты. Если на вас действительно нападают, тогда да, а так самому идти бить, это как бы неправильно. И не отходя далеко от этой темы, мое мнение по поводу того, что арендаторы избили рыбаков, это просто какое-то средневековье, честно говоря. Это исключено, это просто такой ситуации даже не должно было иметь место. Понимаете? То есть, ну если даже на видео там написано, что этот Александр сказал своему отцу о том, что я уже вызвал полицию. Так какой смысл было тогда приходить и бить этих людей? Вот объясните. Я считаю, это преступление. Точка. Даже если Алексей там что-либо нарушал, даже, допустим, ситуацию, что он даже перелазил через этот забор, лез в этот канал для того, чтобы что-либо поймать, то, опять же таки, арендаторы не должны принимать силы. Они обязаны были вызвать либо рыбохранный патруль, чтобы наказать Алексея, который ловит в запрещенном водоеме, или полицию, потому что он проникает якобы на их частную или там арендованную площадь. Вот как бы так. Так, следующий вопрос. Планируете ли вы сотрудничать с Григорием, Дядей Борей и другими организациями, которые заинтересованы в платной рыбалке на реке? Друзья, мое мнение, вы все знаете, я и все наше вайбер-сообщество, все для клевого Днестр, за бесплатную рыбалку на чистых берегах Днестра без браконьеров. Поэтому, с точки зрения ловли браконьеров, если они будут с нами сотрудничать и представлять нам какую-то информацию, то мы с ними будем в этом ключе сотрудничать. Но с точки зрения того, что они заняли берега Днестра, Трунчука, Глубокого Трунчука, и взимают за эту плату, я с этим категорически не согласен. В контексте крайнего видео, закон или была остановлена лодка, или это можно было квалифицировать как разбой. В вашей лодке не было представителей закона. Если от удара лодки, в которой вы находились, прерывалась лодка, которую вы преследовали, и люди бы утонули, кто бы за это отвечал? Сразу хочу сказать по поводу Григория Милиниченко. Значит, первое, он мне не друг, чтобы вы понимали. Второе, мы с ним встречались всего лишь три раза за все время. Вот третья была встреча наша. Четвертое, у нас есть точки соприкосновения, понимания друг друга в борьбе с браконьерством, но полное разногласие с точки зрения платной и бесплатной рыбалки. То есть, если он меня или я его поддерживаю с точки зрения борьбы с браконьерством, то абсолютно неисприятие по вопросам, связанным с платной и бесплатной рыбалкой. То есть, он за платную рыбалку, и я категорически против. Многие люди в комментариях спрашивают о том, как я оказался в лодке Смельниченко. Давайте я вам сейчас все по полочке расскажу. Уже, в принципе, рассказать это можно. Информация уже, как бы, не совсем секретная. Потому как очень много информации приходит на наше вайбер-сообщество лично мне. О том, где стоят в сети, и другая инсайдерская информация, которая требует срочного, немедленного реагирования. На тот момент была такая информация о том, что инспектор вывозит на реку дрочистов за 700 гривен. И что он утром их туда отвез и обратно должен был где-то примерно в 16 часов их забирать. Понимаете? И эта информация пришла в 14 часов. Я взял камеру, сел в машину, позвонил инспектору, тому инспектору, которому я доверял. И мы приехали в маяки. Когда он узнал о том, что лодка на другой лодке, кроме как взять лодку у Смельниченко не получится, он сказал, что извините, но в рейд я не имею права, как государственный чиновник, выходить на другой лодке. Кроме как государственный. Понимаете? Поэтому... А мне было важно увидеть этого инспектора. А всех инспекторов я не знаю. Это инспектор природного парка или это инспектор рыбоохранного патруля. Непонятна была информация. Поэтому я принял решение сесть с Григорием на лодку и выехать на Днестр. Как потом оказалось, конечно, мы опоздали где-то примерно на полчаса. И дальше вы видели, что видели. То есть... О том, что кто сидел в этой лодке... И если вы видели, там парень сидел, прятал лицо. Я не знал, что это за парень. Григорий не знал. То есть, по большому счету, там было гражданское задержание. С учетом того, что такая норма в законе есть. И если кто-то считает, что мы превысили какие-то полномочия, это все можно в правовом поле обсуждать без каких-либо проблем. По поводу опасного маневрирования, скажу, да. Да, тут, конечно, какая-то доля вероятности в каком-то плачевном исходе была. В тот момент, конечно, не думалось о том, что может произойти какие-то экстраординарные случаи. И теперь, исходя из нашего опыта, таких моментов, конечно, мы будем избегать. Следующий вопрос. Готовы ли вы создать общественную организацию рыбаков-любителей? И хватит ли сил, как чувствуете? Действительно, мы этим вопросом сейчас как раз и занимаемся. И если вы находитесь в нашем вебер-сообществе «Все для клевого Днестр», то в ссылке про субботник вы видели, если ткнете туда, там есть план нашего субботника. И там третий или четвертый пункт написано о том, что мы проводим собрание по поводу создания этой общественной организации. Но именно вопрос создания уже практически завершен. И хочу сказать, что такая организация будет создана. Цель нашей общественной организации – это бесплатная рыбалка на чистом берегу Днестра без браконьеров. Вот все, что связано с этими словами, тем эта организация будет заниматься. Кроме того, будет защищать права рыбаков от произвола, не, скажем так, чистых на руку арендаторов. Застраивать берег мы никаким образом не собираемся. Окультуривать каким-то образом для бесплатного использования, подчеркиваю. Это может быть возможно, если у нас какие-то были деньги в нашей общественной организации. Вопрос про старый порт. Раньше там были символические деньги, начало 10 гривен, якобы за уборку территории. Это саму каждый год растет. Сейчас уже около 250 гривен. Насколько я понимаю, документов у них нет. Очень бы хотелось разобраться, за что они берут деньги. Ситуация в старом порту нам известна. Это будет отдельным видео на нашем YouTube-канале. Просто поймите правильно, до всего сразу руки не доходят. Постепенно мы, конечно же, разберемся со всеми моментами и нюансами. Ведут ли арендаторы какое-либо зарыбление, в частности арендаторы бывших рыборазводных предприятий? Одесский рыбоохранный патруль предупреждает заранее на своих ресурсах о том, что будет проводиться какое-либо зарыбление какого-либо арендатора. Поэтому я не всегда держу меня в курсе, если такие мероприятия проходят. Но хочу сказать, что в этом году я ни разу на таких мероприятиях не был. Хотя сейчас середина марта, но пока о таких мероприятиях я не знаю, чтобы они происходили. Да, планируются, да, будут. И когда будут, обязательно мы будем присутствовать на этих мероприятиях. Я надеюсь, начальник рыбоохранного патруля меня пригласит на такие мероприятия. Для новых подписчиков, которые только буквально недавно присоединились к нашему YouTube-каналу, хочу сказать, что я не инспектор рыбоохранного патруля. Я не начальник одесского рыбоохранного патруля. Я просто общественный инспектор. И на некоторые, на многие вопросы я никак не влияю, чтобы вы понимали. Для этого есть специальные чиновники, которые принимают решения, которые руководят и ставят задачи. Но на меня нельзя повлиять, мне нельзя поставить задачу. Я общественный инспектор. Я в ваши глаза и уши. Понимаете? Я хочу показать, как оно действительно все в реалии есть. И я это стараюсь показать. Почему рыбинспекция не работает по маломеру и перелову на берегу? Хороший вопрос. Не я в компетенции его решать. Почему ходят или не ходят. Действительно, я хочу сказать, что в прошлом году я там был на рыбалке где-то 2-3 раза в неделю прошлое лето. Я действительно не наблюдал там ни одного инспектора. Я думаю, что эта ситуация будет поправляться. Вот после этого видео она будет поправляться. Я так надеюсь, что так будет. И наш YouTube-канал, наше вебер-сообщество будет способствовать этому. Откуда и докуда бесплатные места на глубоком трунчаке? Желательно показать на карте. Эта информация есть в интервью с Григорием Миличенко. На карте это выглядит вот таким образом. То есть от развилки, вот видите, да, здесь развилка Днестра и глубокого трунчака, и до вот этого вот ерика. Здесь примерно 1200 метров слева-справа. Рыбалка абсолютно бесплатная. Ну а та рыбалка, которая после ерика, как говорит Григорий Миличенко, там платная, но этот вопрос еще пока спорный. Я свое мнение по поводу этого вам уже высказал. Подскажите, во время запрета на 46-м и далее 52-м километре вроде ловить нельзя. И планируется ли ограничивать рыбалку в связи с карантином? Во время нереста, когда будет запрещена рыбалка, будет отведен участок любительской ловли. Это у нас от моста до развилки с трунчуком. Это 46-й или 47-й километр, где-то там. Все, дальше, конечно, 48-й, 49-й, 50-й, 51-й километр ловить там нельзя. Запрещено, даже на одном удилище. А на этом участке любительской ловли на одно удилище ловить не запрещено. 3 килограмма рыбы вы можете поймать. Кстати, хочу сказать по поводу крайнего видео и дедушек, которые сидели на глубоком трунчаке и ловили карпа. Очень много людей выразилось недовольно, что я сказал, что у них будут проблемы, что они ловят много рыбы. Или у них там будет возможный перелов. Друзья мои, давайте уже, в конце концов, научимся цивилизованному отношению к природе. Я это сказал, чтобы заострить ваше внимание на переловы. Я понимаю, этот дедушка, ну, возьмите, он поймает еще там три карпа. Ну, хорошо, ладно. Один себе заберет съезд, один там съезд на рыбалке, уху сварит. Один там отдаст, я не знаю, своим детям, внукам или положит его в холодильник. Неважно. Но я говорю о другом. Я говорю о мешках там, о садках, которые невозможно вытянуть по 40-50 килограмм рыбы. О любителях вот такого уровня, понимаете? А тем более, тем более сейчас, когда весной весь карп и кленой. Вы же забираете всего малька. Остановитесь, люди. Давайте как-то, ну, цивилизованно, что ли, будем учиться рыбачить. И брать только столько рыбы, сколько вы можете съесть. Если каждый человек будет вывозить выше нормы, да, и будет брать там не 3 килограмма, а 5, 10, 20, 40 килограмм, особенно сейчас, во время нереста, когда весь карп и кленой, то подумайте, сколько рыбы останется в нашем министре. И не забудьте умножить на количество рыбаков, которые каждый день приезжают на Днестр или на глубокий турничук. И у вас получится огромное количество рыбы, которые вылавливаются. Ваш враг сеточник, дрочист или отдыхающий, у которого перелов на 5 килограмм? Я считаю так, что виноваты все. И тот, кто ловит электровудочкой, и тот, кто ловит сетями, и тот промысловик, который не записывает в журнал весь улов, который он выловил, и тот, который сидит, любитель, и вылавливает огромное количество рыбы. Я их не могу приравнять один к другому, но все это нарушение закона. А если мы хотим строить прорыву государства, то давайте начнем с себя. Друзья, такие вопросы вы мне задали. Я постарался дать четкие, аргументированные и однозначные ответы, чтобы вы могли понять мою позицию. Если вам нравится такой формат общения со мной, напишите об этом в комментариях. И если будут еще вопросы, мы обязательно будем делать такие видео и отвечать на ваши вопросы. Вы были на YouTube-канале «Всё для клёво». Всем удачи, всего хорошего. Встретимся на рыбалке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok